Под занавес февраля в столице состоялись соревнования по зимнему триатлону. Мероприятие приурочено к 30-летию независимости Казахстана. Несмотря на присущую в это время года холодную погоду, проверить себя и победить вышли порядка 170 жителей и гостей города. Всех приветствую от имени Министерства культуры и спорта. Желаю здоровья, пусть таких мероприятий будет больше. Давайте, Алга, Казахстан! Профессионалы и любители спорта в пяти различных возрастных категориях от 18 до 63 лет прошли дистанцию укороченного суперспринта. Бег 2 км, велоэтап 3, лыжный этап 2,5 км. Гонка проходила с раздельным стартом каждого участника. Отмечу, что соревнования несли благотворительный характер. В носу всех спортсменов направлены в фонд «Мир равных возможностей». Вырученные деньги станут возможностью расширить перечень бесплатных секций для детей с разными формами инвалидности в 10 городах Казахстана. Такое спортивное мероприятие, благотворительное. Очень полезно заниматься спортом, все мы знаем. Сейчас идет такая тенденция к здоровому образу жизни, к правильному питанию. Поэтому это становится модно. Поэтому занимайтесь спортом все. Вы не удивлены, что столько участников так ожидали? По-моему, даже было такое, что больше людей хотели участвовать, но из-за ограничений нельзя, по-моему, многим. Мероприятие проходит с учетом всех санитарных норм. Да, конечно, участников достаточно. 173 человека. Я как спортсмен, как руководитель спорта очень рад, что у нас такое количество участников. И причем это первое мероприятие. И пока спортсмены бегут, коротко о правилах. Участниками старта являлись все желающие, соответствующие спортивной подготовкой, экипировкой и заранее зарегистрированные для участия. Так как зимний триатлон делится на велосипед, бег и лыжи, то, соответственно, при себе необходимо было иметь велосипедный шлем, комплект беговых лыж и другие комплектующие. Расходы, связанные с организацией и проведением чемпионата, несло столичное управление физической культуры и спорта, а также дирекция по проведению спортивно-массовых мероприятий Акимата города Нур-Султан. Каждого участника старта, закончившего дистанцию не позднее установленного временного ограничения, не более часа, на финише награждали памятной медалью и дипломами. КОНЕЦ 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 Абсолютным победителем среди мужчин стал местный житель Александр Исаченко. Его результат 25 минут и 46 секунд. В категории женщин сильнее всех оказалась Айна Усенова. Девушке из столицы покорилось время 33 минуты и 37 секунд. Но среди участников были не только осанчане и гости из других городов. Привлекая к себе внимание, неистово разминался и грелся, ожидая свой старт, преподаватель из США Мартин Торстенсон. Он участвовал в возрастной категории 50-59 лет. В Казахстане живет уже 7 лет и для него это уже не первый триатлон. Многие хочется участвовать в соревнованиях. У нас в этом году мало соревнований. И поэтому я арендовал велосипед. Буду второй раз. Но посмотрим. Я не ожидаю первое место. Просто самое главное это участвовать. Насколько вы считаете интересным и важным участие в таком марафоне, скажем так, для обычных людей? Я думаю, что очень важно. Особенно на открытом воздухе, чтобы люди вышли и занимались. Я думаю, это все равно лучше для здоровья, чем садиться дома. Были и такие, что впервые приняли участие в триатлоне. А если учесть, что дебют состоялся в зимнем, после такого экзамена можно не бояться никаких трудностей в длинном сезоне этого массового вида спорта. Я сегодня первый раз участвовала в зимнем триатлоне. Когда узнала, что будет проводить мероприятие, начала готовиться, кататься на лыжах, на велике зимой. Но сегодня очень холодно с утра было, когда мы приехали. Сначала я не могла согреться, бегала-бегала туда-сюда. Согревалась, потом согрелась, стартанула. На старте уже, конечно, жарко было. О холоде не думаешь. Думаешь, только побыстрее приехать, как транзит пройти побыстрее. Когда прибегаешь, руки холодные, руки трясутся, не можешь снять каску, одеть ботинки. Тяжело. Было все супер, спасибо организаторам. 15 номер подходит к финишу. Без приключений не обошлось. Прибежала в транзитную зону и сняла соседний велик. Мне соседка говорит спасибо за велик. На велике упала один раз, было скользко. Ну, ничего, без травм. В зимнем триатлоне первый раз. Вообще спортом все время занимаемся. И вела, и бег. Но вот, чтобы все это в один раз, в один год, это первый раз. Это все зимой сливается в одно. Очень динамично, очень экстремально и эмоционально. Тяжеловато было, потому что давно не было соревнований никаких. Ну, в этом и прелесть соревнований, в преодолении себя. Поэтому спасибо большое организаторам, что все-таки начались соревнования. Всем здоровья, занимайтесь спортом. Дорогие друзья, поздравляем Сергея Сапиева с прохождением сегодняшнего зимнего триатлона. Спасибо большое, что поддержал. Целуйся. Главный спортсмен страны Селик Сапиев выступил не только с приветственной речью на церемонии открытия. Вместе с другими соискателями он в очередной раз проверил себя. Обещения хорошие. Были небольшие проблемы по трассе. Палка сломалась. А в целом, хорошо все прошло. Прекрасно чувствовал дистанцию. Рад, что у нас количество занимающихся массовым спортом увеличивается. Очень приятное мероприятие, прекрасное. И погода улучшилась. В общем, все хорошо. Спасибо вам. Одним из самых возрастных на старте был Талапнур Байзак. И, глядя на него, по-настоящему понимаю, что спорт покоряется абсолютно всем. Стоит только захотеть. Сегодняшние соревнования мне понравились. Мне удалось пройти все дистанции в хорошем темпе. Призываю всех граждан Казахстана заниматься спортом хоть летом, хоть зимой. Я сам занимаюсь физическими нагрузками более 30 лет. Это очень полезно для здоровья. Любой человек может заниматься триатлоном. Если вы хотите заниматься физической культурой, фитнесом и при этом испытывать захватывающий соревновательный дух, то триатлон именно для вас. В ближайшее время Казахстанская Федерация Триатлона планирует провести индор-триатлон, дуатлон и совместно с Федерацией Легкой Атлетики весенний забег, полумарафон, забег на 10 километров. Всего в 2021 году ожидается 13 гонок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok